Всем привет! Продолжается наше путешествие по Северной Италии на автомобиле. Сегодня у нас второй день и мы хотим посмотреть Милан и Бергамо. Задача очень амбициозная, но мы постараемся с ней справиться. Мы живем в городке Видживана, откуда удобно добираться до всех точек, которые мы планируем посетить в этом путешествии. От Видживана до первой точки нашего маршрута по Милану ехать 41 минуту. Итак, давайте узнаем, можно ли посмотреть Милан за один день и что обязательно к просмотру в этом городе. Первой точкой нашего маршрута была парковка. При выборе парковки я решил сразу две задачи. Первая. Нашел место, где можно ставить авто на целый день и, конечно же, посмотреть стадион, который давно так хотел увидеть. Сан-Сиро или Джузеппе Мацци. Можете называть этот стадион как угодно, но выглядит он просто великолепно. У меня была мечта побывать здесь с тех пор, как Андрей Шевченко переехал играть в футбольный клуб Милан. С того времени я являюсь болельщиком этой команды. Сам стадион был построен в 1926 году и открыт матчем Интера и Милана. До 1947 года этот стадион принадлежал исключительно футбольному клубу Милан, а с 1947 года обе миланские команды, Милан и Интер, делят эту арену между собой. В 1989 году здесь была произведена масштабная реконструкция стадиона для проведения матча чемпионата мира. На сегодняшний день стадион вмещает 80 тысяч зрителей. Ребята, мы в Милане. Сзади меня легендарный стадион Сан-Сиро. Именно Сан-Сиро, а не Джузеппе Миацци, что я болельщик Милана. Сегодня мы хотим посмотреть, сейчас походим вокруг стадиона, глянем, что здесь. Посмотрим Миланский собор и посмотрим все достопримечательности, которые здесь только есть. После чего поедем в Бергамо. После стадиона мы отправились к Арки Мира. Здесь нам пришлось воспользоваться миланский метро. Мы сели на станции Сан-Сиро и Падромо и доехали до Домасола-ФМ. А уже оттуда 10 минут прошлись пешком до самой Арки. Понемногу начиная ознакомиться с самим городом. Арка имеет удивительную историю. Ее строительство началось в честь побед Наполеона. Но строительство затянулось. Позже в Милан вернулись австрийцы. И в 1826 году Арку начали достраивать уже по приказу австрийского императора Франца I. Строительство было завершено уже после его смерти в 1838 году. Изначально задуманная как арка, приуроченная победам Наполеона, по итогу была названа Аркой Мира в честь Винского конгресса 1815 года, на котором европейские государства положили конец наполеоновским войнам. Высота Арки составляет 25 метров. Сразу за Аркой Мира начинается Парк Семпионы. Куда мы сейчас и отправимся. Парк Семпионы – пейзажный парк 19 века, расположенный в историческом центре Милана. Парк Семпионы был создан в 1893 году. Занимает площадь, равную 50 гектарам. Парк находится всего в полутора километрах от самой главной достопримечательности Милана – Миланского собора и является одним из самых любимых мест отдыха как самих миланцев, так и местей города. Помимо озера с утками, в парке также находится башня Бранка. Она отмечена на нашем маршруте. Далее, прямо с парка, мы попадаем в Костелло Сфорцеско. Замок Сфорца или Костелло Сфорцеско – это название резиденции миланских герцогов, геннестии Сфорца в Милане и Ведживана. Он имеет большую и весьма сложную историю. Миланский замок изначально был построен в 14 веке, но был разобран толпой местных жителей после провозглашения Амбразианской республики. Заново был он отстроен в 15 веке – Франческо Сфорца. Во второй половине 15 века к украшению замка был привлечен Леонардо да Винчи. С началом итальянских войн один с форцей бежал из замка, и в замке поселился французский король Людовик XII. Понемногу замок пришел в запустение, а в 1521 году в одной из башен ударила молния и взорвался пороховой склад. Во время революционных войн Миланом опять обладели французы, которых в апреле 1799 года ненадолго плаговыйтий снил из города Суворов. В 1893 году была проведена масштабная реставрация замка. На сегодняшний день замок является одним из ключевых символов Милана. Миланцы гордятся этим строением и тем, что оно размещено именно здесь, в историческом центре этого красивого и древнего города. Пройдя через ворота замка Костелло Сфорцеско, мы попадаем к фонтану Замковой площади. Или нам не повезло, или фонтан работает как-то по часам. Пока мы снимали видео, он отключился и в ближайшие минут 15 не включался, пока мы были возле него. Как и везде в Италии, фонтаны здесь работают несмотря на поры года. Местным называют этот фонтан свадебным тортом, так как по форме он его очень сильно напоминает. Находится фонтан на площади Костелло. Далее следует совершить переход дистанции в 600 метров до церкви Санта-Мария-дель-Кармины. Церковь легко узнать по большому круглому окну и пятиостроверхим башням. Она находится на однаменной площади и ранее считалась церковью для аристократов. Первый храм на этом месте был построен монахами-кармелинами в середине XIII века. В XV веке здесь началась глобальная перестройка. Разрушенный неподалеку замок Висконтии, сейчас как раз в его месте находится замок Сфорца, обеспечил строителей необходимыми материалами. В начале XIX века церковь была перестроена еще раз. И до наших дней дошла именно в таком виде. Прямо от церкви начинается район Брера, куда мы с вами и направляемся. Брера – это один из самых древнейших и самых красивых районов Милана. Узкие улочки, красивая архитектура, сувенирные лавки, бесчисленное количество кафе и ресторанов. Но в период рождественских праздников атмосфера здесь становится совсем сказочной. В этом районе также находится пинокотека Брера. Иннокотека Брера – крупнейшая и самая известная картинная галерея в Милане. Открыта в 1809 году. В списке картин – полотна европейских художников XIV-XIX веков. Среди них есть полотна Рафаэля, Караваджо, Абраманте, Модильяне. Иннокотека Брера находится во дворце, построенном в конце XVI века в стиле барокко и занимает 38 залов. В главном закрытом дворе можно увидеть бронзовую копию статуи Наполеона. Семь минут от Бреры и мы у театра Ла Скала. Ла Скала основан в 1778 году. Театр построен на месте церкви Санта Мария де Ла Скала. Отсюда и получил свое название. Это мировой центр оперной культуры. Здесь всегда выступают выдающиеся итальянские зарубежные исполнители. Наверное, многие хотели бы побывать внутри на одном из концертов. Но визуально здание выглядит не очень презентабельно. На площади возле театра также находится памятник Леонардо да Винчи. Следующая достопримечательность галереи Виктора Эммануила II вита прямо с площади Делла Ла Скала. Галерея Виктора Эммануила II является самым старым пассажем в мире. Строительство данного объекта длилось 30 лет. Открытие произошло в 1877 году. На открытии присутствовал сам король Виктор Мануил. Его честь галерею и назвали. Но перед открытием случилась трагедия. Буквально за несколько дней до открытия автор проекта Джузеппе Менгони погиб прямо на строке, упав с одного из строительных сооружений. Галерея выполнена в форме латинского креста с восьмиугольным центром, который украшают мозаики. Каждая из них символизирует какой-то континент. Европу, Азию, Америку и Африку. У каждой из входов в галерею изображено по гербу четырех городов Италии. Милан – милое поле, на нем красный крест. Рим – капиталистская волчица. Флоренция – красная лилия. Турин – бык. Говорят, что Джузеппе Менгони упал прямо на быка, который находится на гербе Турина. И теперь есть легенда, которая гласит о том, что он придносит удачу. Для этого необходимо прислонить пятку правой ноги к гениталиям быка и трижды повернуть. Момент нашего пребывания в галерее на этом месте стояла рождественская елка. Так что пяткой покрутить у нас не вышло. В самом центре галереи возвышается стеклянный купол высотой 47 метров. На территории пассажа расположились бутики самых известных мировых брендов. Самые крутые из них – на центральной площади под стеклянным куполом. Прямо с галереи мы выходим к Миланскому собору. Но он настолько крут, что посмотрим его с трех ракурсов. Первое – это рождественская ярмарка возле собора. Второе – поднимемся на крышу дома. И третье – зайдем внутрь собора. Основная рождественская ярмарка в Милане проходит возле Миланского собора. Точнее, вокруг него. Со всех сторон он окружен торговыми лавками, где можно приобрести все, что угодно. В новогоднюю выпечку, сладости, сыры, копченое мясо, новогодние игрушки и украшения. Все оформлено в сказочном рождественском стиле. Здесь очень хорошо ощущается дух праздника и сказки. А с учетом того, что ярмарка находится прямо у основного памятника архитектуры Милана, вид и атмосфера здесь просто уникальный. Субтитры подогнал «Симон» 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 Перед тем, как я перейду к рассказу о самом соборе, поделюсь с вами лайфхаками, как купить билеты и как правильно построить план осмотра собора. Итак, билетная касса находится в здании по правую руку от собора, если смотреть на него с фасадной стороны. Там есть большая вывеска, вы ее точно увидите. Покупать билет рекомендую только на смотровую площадку. В таком случае, спуская с обзорных площадок, вы автоматически окажетесь в соборе, и вам не придется покупать тот отдельный выходной билет. Также предлагаю билетную крышу покупать с подъемом на лифте, а обратно уже спуститься по ступенькам. Так вы сэкономите и время, и силу. При этом прогуляетесь по извилистым ступенькам не вверх, а вниз. Стоимость билета с подъемом на лифте – 16 евро. Но оно того точно стоит. О самом соборе. Собор строили 600 лет. Над его сооружением трудились архитекторы с различных стран мира. При этом, это далеко не самый высокий католический собор в мире. В чем же его особенность и великолепие? Почему его строили по шесть веков? Работы по его возведению начались в 1386 году. Сам собор строился в готическом стиле. Хотя с учетом периода стройки, здесь присутствуют элементы и других архитектурных стилей. Собор Милана знаменит в первую очередь своими заостренными башнями, которые являются одним из главных атрибутов готического стиля. Всего Миланский собор может похвастаться 135 такими башнями. И это мировой рекорд. Миланский собор был освящен лишь в 1573 году, спустя почти 200 лет после начала строительства. Причем, к тому моменту, эти годы не все работы были закончены. Сам Наполеон Бонапартов про кафедральный собор Милана для своей коронавации. Основное строительство закончилось только в 1813. Но некоторые элементы фасада достраивали до середины 20 века. Фасад дома де Милана украшают 3500 статуй. Миланский собор строили из мрамора, которые побывали за сотню километров от города. По окончанию всех работ его длина составила 155 метров, а ширина 90 метров. Его самый высокий шпиль возвышается на высоту 106,5 метров. Собор может вместить в себя 40 тысяч человек. Это просто невероятно. Основные достопримечательности внутри собора. Статуя святого Варфоломея, погибшего мучительной смертью. С него живем с удрали кожу. Солнечные часы со сложным механизмом действия. Грандиозные витражные окна дома считаются крупнейшим в мире площади. Самые древние панели из цветного стекла датированы 15 веком. Истинный гвоздь из распятия Христа. Он хранится в реликварии под куполом собора. Но каждый год 14 сентября предъявляется верующим для поклонения. Мавзолей Джан Джакобо Медичи. Украшенный двумя великолепными статуями, колоннами и мраморными витхами. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая точка маршрута Королевский дворец. Он находится по правую руку от собора. Но нужно честно отметить, что он явно теряется на фоне дома Демилана. Теряется настолько, что в кадр он попал только с крыши самого собора. Сам собор находится на Пьяцце-Доомо. Так что ходить далеко до следующей точки вам не придется. Площадь Доомо называют сердцем Милана. Вокруг площади сосредоточены важнейшие достопримечательности города. Помимо самого Миланского собора к площади примыкают Галерея Виктора Эммануила II, Королевский дворец, дворец Карминати и дворец Оренгарио. В центре площади установлен памятник первому королю Италии Виктору Эммануилу II. Ни один турист, бывавший в Милане, не может здесь не оказаться. Виды отсюда открываются просто восхитительные. Ну и обязательно возьмите с собой немного хлеба, чтобы покормить местные голубей. Последняя точка нашего маршрута – это пьяца Марканта. На нее всего 4 минуты хода. В разное время у Милана были разные площади, которые считались сердцем города. Если сейчас это площадь Дуомо, то в средневековье такой площадью была площадь Марканте. Здесь проводились важные для города события. Вершилось правосудие и проводили собрание гильдий купцов. На площади находился дворец Законоведов. Это красивое здание построено в стиле Ренессанса. Здесь же находится Палаццо де Лараджоне. Помимо этого вы можете увидеть здесь колодец родник 16 века, который спустя столетия был заботливо обнесен колоннами и фризом. На этом наше знакомство с городом заканчивается, так как у нас была задача в этот же день посмотреть еще и город Бергамо. Мы посетили все точки на нашей карте, кроме одной. Мы не добрались до миланских каналов. Но это как раз таки тот незакрытый гештальт, который будет стимулом вернуться в этот удивительный город. Ссылка на карту, которая была только что на экране, я оставлю в описании к этому видео. Но сейчас выскажу свое мнение по поводу Милана. Многие считают, что Милан это только дома де Милану. Но это совсем не так. Здесь огромное количество действительно прекрасных локаций, которые необходимо посетить. Я думаю, что вы убедились в этом, просматривая данное видео. Также я слышал от своих друзей и знакомых, что Милан неуютный большой город. С этим утверждением я также не согласен. Чего стоит только погулять по району Брэра, или насладиться видом на собор с площади пьяца Дуому, посидеть где-нибудь в уютном кафе, выпить кофе и помечтать. Да, жизнь у Милани бурлит, но это не мешает погрузить свою историю, культуру, архитектуру и провести здесь отличный уикенд. Мое мнение, что Милан точно достоин того, чтобы здесь побывать. И скорее всего не единожды. На этом я буду заканчивать это видео. Далее мы едем в Бергамо. Если вам понравился данный обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok